Уважаемые коллеги, просьба занять свои места. Уважаемая госпожа генеральный секретарь, уважаемый президиум высокий, уважаемые наши слушатели, гости. Мы рады приветствовать вас в стенах Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. На наших ежегодных краткосрочных курсах. Особенности этого года вели свои требования к организации. И несмотря на то, что есть серьезные предписания, очень строгие предписания Роспотребнадзора и в целях сохранения здоровья друг друга, мы не смогли и вынуждены были отказать части участникам в присутствии непосредственно в зале на наших курсах и на встрече с нашими уважаемыми спикерами. Но, тем не менее, этот год привнес в нашу жизнь и еще нечто новое – это онлайн-трансляцию. Поэтому я хотела бы также поприветствовать наших гостей, которые сегодня присутствуют в нашем виртуальном зале из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и других государств, партнеров нашего института и партнеров Совета Европы. Я не буду долго занимать ваше время и передаю слово первому проректору Московского государственного института международных отношений МИД России Геннадию Петровичу Толстопятенко. Спасибо. Уважаемая госпожа генеральный секретарь, уважаемые дамы и господа, Для нас большое удовольствие и честь приветствовать вас в Московском институте международных отношений. Наш университет имеет давние традиции подготовки международников и в рамках университетских программ предусмотрены самые различные форматы обучения, в том числе и краткосрочные курсы, ориентированные на профессионально подготовленных людей. Для нас особая честь то, что генеральный секретарь Совета Европы в рамках своего первого официального визита в Россию нашла возможным встретиться с нашими слушателями. И мы очень надеемся на продолжение и укрепление нашего сотрудничества с Советом Европы, поскольку это является необходимым и важнейшим условием развития демократических институтов в Российской Федерации, углубления уровня профессиональных знаний в этой области и вообще развития правовой культуры в рамках европейских и общечеловеческих ценностей. Уважаемые коллеги, несмотря на те условия ограничений, которые определяют то, что мы здесь сидим все в масках, и в силу именно этих ограничений сегодня в этом большом зале присутствует всего лишь 80 человек, мы все равно очень рады тому, что нам удалось организовать эти краткосрочные курсы, поскольку это давняя и устойчивая традиция взаимоотношений с Советом Европы. Помимо присутствующих здесь в зале, возможность приобщения к материалам и к общению с лекторами в рамках этой программы имеют те, кто будет присоединяться к нам и уже присоединился в рамках видеоконференции. И мы надеемся, что, несмотря на такой необычный формат, наши традиционные краткосрочные курсы пройдут успешно. Я думаю, нет необходимости в этой аудитории говорить о том, что в рамках краткосрочных курсов у вас будет возможность не только послушать ведущих специалистов в области, которая вас интересует, будет возможность обсудить с ними наиболее интересные и сложные проблемы. И это, безусловно, будет способствовать повышению квалификации всех участников и лучшему взаимопониманию между профессионалами, которые работают в этой области, в Российской Федерации, ну и в других государствах, с которыми нам приходится работать. Я надеюсь, что вы воспользуетесь возможностью, которую вам предоставляет МГИМО, для того, чтобы извлечь максимальную пользу и максимум знаний из той программы, которая вам предложена. Программа очень интересная. Программа охватывает и проблематику практики Конституционного суда Российской Федерации. И те вопросы, которые возникают в связи с информатизацией нашей жизни, это и вопросы защиты индивидуальных данных, это и другие вопросы, связанные с тем, что практически во всех странах и у нас в России также многие виды работ переводятся на так называемую удаленку, на дистантные формы общения. И здесь возникает очень много вопросов и этических, и правовых. И у вас будет возможность обсудить эти вопросы с участниками нашего мероприятия. Я вам желаю успеха, я вам желаю эффективной работы. И еще раз хотел бы выразить огромную благодарность нашим коллегам из Совета Европы и лично генеральному секретарю Совета Европы за предоставленную возможность проведения семинара в стенах МГИМО. Большое спасибо, Геннадий Петрович. Я могу сказать, что, конечно, все понимают организаторы мероприятий, я думаю, что каждый из вас организовал в жизни какое-то мероприятие, что без поддержки руководства непосредственным МГИМО и без поддержки нашего учредителя Министерства иностранных дел ни одно мероприятие такого уровня мы не смогли бы провести. И я с удовольствием предоставляю микрофон директору Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Камринцу Николаю Сергеевичу. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и Департамент, и наше постоянное представительство при Совете Европы за ту огромную поддержку и доверие, которое нам оказывается. Можно я немножко нарушу протокол, просто чтобы у меня было чуть лучше слышно. Уважаемая госпожа генеральный секретарь, уважаемые коллеги, от имени Министерства иностранных дел, от себя лично, очень рад вас приветствовать, слушателей открывающихся сегодня ежегодных курсов. В этом году их подготовка была в силу понятных причин более сложной, но благодаря настойчивости Европейского учебного института, секретариата Совета Европы, нашего паспрестров в Страсбурге, ну и при скромном вкладе ряда департаментов МИДа эти курсы все-таки проводятся. Традиция традиции не нарушена, она должна продолжаться, потому что курсы на протяжении ряда лет доказали свою востребованность и полезность. Поэтому будем продолжать и в дальнейшем. Ну, уже сказано, сегодня уникальный день. Курсы открывает генеральный секретарь Совета Европы, госпожа Печенович Бурич, у которой очень насыщенная программа визита. Эта программа отражает все многообразие и, так сказать, плотность контактов по Совету Европейской линии между Российской Федерацией и Советами Европы. Хотя, правильнее говорить, не между, а, так сказать, внутри Совета Европы. Мы полноправные члены Совета Европы. Через несколько часов, буквально через 2,5 часа, состоятся полуинформатные переговоры с министром иностранных дел. Предусмотрена встреча с руководством Совета Федерации Государственной Думы. Отдельная встреча с присутствующей здесь уполномоченным по правам человека госпожой Москальковой. Встреча с министром юстиции. Думаем, что все это будет очень полезно. Вы знаете, что в течение ряда лет была известна напряженность вокруг участия России в Совете Европы в связи с незаконным ограничением прав нашей делегации в парламентской ассамблее. Здравомыслие возобладало. Будем надеяться, что этот непростой период позади. Страница перевернута. И у нас есть все возможности заняться позитивным сотрудничеством, наполнять нашу повестку дня практически важными для нашей страны вопросами. Нельзя не упомянуть, конечно, ситуацию, в которой мы все оказались в связи с COVID-19. Тем не менее, Страсбургская организация доказала свою эффективность, работоспособность. Механизмы и инструменты Совета Европы были востребованы, что очень важно. Может быть, немножко нужно будет корректировать повестку дня и больше заниматься вопросами обеспечения социальных и экономических прав стран-участниц Совета Европы. В нынешней ситуации это действительно очень важно. Ну и последнее, что хочу сказать. В будущем году, а именно 28 февраля, исполнится 25 лет со дня присоединения России к Совету Европы. Ну, такой полюбилей. Мы готовим вполне насыщенную программу вместе с нашими министерствами, ведомствами, с академическим миром, с политологами. С ней будет возможность ознакомиться. Но юбилей важно не просто отметить, а использовать для того, чтобы немножко оглянуться назад, понять, что полезного было сделано в первую очередь для нашей страны, что мы получили от членства в Совете Европы, какие возможности, вероятно, упустили. Ну и посмотреть в дальнейшее, чем мы будем заниматься в предстоящие годы. Опять-таки, для того, чтобы использовать, полнее раскрыть объединительный потенциал Совета Европы, подумайте над тем, как развивать в его рамках равноправный, доверительный, без двойных стандартов диалог. Мы уверены, что ваш визит сюда, госпожа генеральский тарь, поможет найти в том числе ответы и на эти вопросы. Спасибо. Большое спасибо, Николай Сергеевич. Действительно, страницу, которую, как отметил уважаемый директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, была перевернута в отношениях, в напряженных отношениях, которые на определенном этапе сложились. Ровно в этот день, когда госпожа Печинович Бурич, госпожа генеральный секретарь была избрана генеральным секретарем, проходило голосование, буквально за несколько минут до этого голосования делегация Российской Федерации была восстановлена в полном объеме во всех своих правах и смогла проголосовать за ныне действующего генерального секретаря. И я с удовольствием передаю слово сегодня уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, которая одна из основных и ключевых фигур в нашей стране по защите прав всех граждан Российской Федерации и ведет огромную работу на этом направлении не только в части именно правозащитной деятельности, но еще также и просветительской деятельности среди молодежи и организует огромное количество мероприятий со студентами, с ребятами из разных абсолютно регионов. Татьяна Николаевна. Уважаемый Геннадий Петрович, уважаемая госпожа генеральный секретарь Совета Европы, уважаемые коллеги, я приветствую всех с открытием курсов повышения квалификации именно на площадке МГИМО, института с мировым именем, взрастившего целую плеяду талантливых дипломатов, послов, консулов. И сегодня очень важная составляющая нашей жизни международное сотрудничество, европейская интеграция буквально на всех уровнях. Народная дипломатия сегодня вносит свою лепту в развитие цивилизационного пространства. И каждый из вас, работая в своем учреждении, обязательно пользуется инструментами международного сотрудничества, потому что без этого невозможно построить новый мир. Сегодня мы открываем курсы в год 70-летия Европейской Конвенции защиты прав и основных свобод человека. Я очень хорошо помню 1996 год, когда разворачивалась широчайшая дискуссия, но в новом мире российском не было людей, которые бы не хотели интеграции с Европой. И Европа видела в новой России тот потенциал, который вдохнет новую струю и может использовать опыт огромнейшей страны с огромным интеллектуальным потенциалом. После вступления России в Совет Европы законодательство нашей страны изменилось коренным образом. Просто коренным образом. Уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, трудовое 11 пунктов были для нас обязательны для вступления в Совет Европы. И один из них был учреждение института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, который должен действовать на основании своего межотраслевого комплексного закона. И такой закон родился не сразу, а спустя год, в 97-м году, и не просто закон, а федеральный конституционный закон, и государство, и люди, и общество приобрело новый инструментарий для защиты прав человека. Правозащитный лифт поднялся на одну ступеньку в национальной системе защиты прав человека, и на две международной. Потому что человек, который ищет правду, может обратиться за рамки корпорации судебной, правоохранительной, ведомственной, к независимому, уполномоченному по правам человека на федеральном уровне, к уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, в каждом субъекте у нас есть свой омбудсмен с аппаратом, и со своим правом сказать свое слово в отношении человека. Несправедливо принято решение, невиновен, неправильно отняли квартиру. А самое главное, что может высказать свою позицию по отношению системных проблем и состояния защиты прав человека в целом в обществе на уровне президента, парламента, высших органов судебной системы. Так четко определено в федеральном конституционном законе об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. За 25 лет существования этого института к нам обратилось более миллиона граждан за защитой своих прав и интересов. Сотням тысяч была оказана конкретная помощь. В прошлом году более 7 тысяч граждан, которые пострадали, получив ипотеку в валюте и заложив свое единственное жилье и не имея возможности отдать, вернуть. Именно комбудсмены пришли эти люди, а я пришла к президенту, потому что по закону было все правильно. Люди самостоятельно приняли решение заложить свое имущество, будучи уверены, что стабильность сохранится. и президент понял, что принцип справедливости очень важен для нашего общества и принял кардинальное решение о создании государственной программы в отделении двух миллиардов рублей и помощи этим людям, чтобы они не остались без жилья. В прошлом году благодаря международному сотрудничеству, в том числе в рамках Совета Европы, мы осуществили обмен российско-украинскими заключенными. Это был большой, очень серьезный шаг помощи людям. А чуть раньше семь моряков на семь моряков российских и украинских. Десять решений судов были отменены. Верховным судом по обращению омбудсмена, потому что уникальный инструментарий, который был предоставлен уполномоченным по правам человека федеральным конституционным законом, работает и помогает людям. Мы работаем вместе с Советом Европы в рамках целого ряда программ. сегодня у нас реализуется программа по национальной стратегии действий в интересах женщин до 22-го года. Мы хотим смотреть правде в глаза и делать все возможное с использованием опыта Совета Европы и передавая свой опыт Совету Европы по защите интересов женщин в политике, семье, в гуманитарной сфере. Я еще раз приветствую всех с началом работы курсов повышения квалификации и хочу запомнить и хочу закончить известными словами Андрея Дмитриевича Сахарова, известного физика, лауреата Нобелевской премии, что мир, прогресс, права человека, эти три цели неразрывно связаны. Нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Именно поэтому мы собрались здесь для того, чтобы сделать наш мир немножко лучше и стать сильнее для того, чтобы защищать других. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. И вы знаете, наверное, самый известный на сегодняшний день человек в Европейском суде по правам человека от Российской Федерации, тот, кто защищает абсолютно все аспекты, связанные и по всем делам, которые поступают в Европейский суд по правам человека, это Гальперин Михаил Львович, наши уполномоченные при Европейском суде по правам человека. Михаил Львович, вам слово. Я решила, что мы будем немножко миксовать по половому признаку. Но у нас сегодня хорошо, если отметите, у нас сегодня на удивление госпожа Генеральна Скиталь, она продвигает идею большей роли женщины в обществе. У нас сегодня на редкость президиум состоит в большей степени из женщин. Видимо, женщины спасут этот мир. Тем не менее, Михаил Львовичу достается пока больше всех. Уважаемые коллеги, спасибо большое. Уважаемая госпожа генеральная секретарь, уважаемые коллеги, Тамара очень правильно отметила, я когда шел к трибуне, задумался, все-таки, кого я защищаю в Европейском суде по правам человека. Российскую Федерацию точно защищаю, но, и, конечно, моя миссия заключается все-таки в установлении партнерских отношений с судом и развития тех решений в российской правовой системе, которыми я занимаюсь. Поэтому, такая все-таки, я себя успокаиваю мыслью, что у меня двойная задача не только Россию защищать, но защищать и граждан России и развивать те права, которые гарантирует суд. Ну, вообще, конечно, говорят, что право и вообще профессия юриста, она политическая, ну, и Совет Европы все-таки тоже организация, хоть и юридическая, прежде всего, но тоже немножко, а иногда и немножко организация политическая. Поэтому, наверное, из этого тоже стоит исходить. Разные периоды, действительно, Николай Сергеевич об этом сказал, были в развитии наших отношений. Я всегда удивляюсь и восхищаюсь мужеством и мудростью тех людей, которые, во-первых, те люди, которые создавали Совет Европы, ну, как мы можем себе представить, буквально через пять лет после окончания Второй мировой войны в этих ужасах разрушенной Европы, в, так сказать, раскрытых концлагерях и в тех преступлениях, которые только что закончились Нюрнбергским процессом, прийти к идее создания действительно той организации, которая на глобальном уровне будет защищать права человека. Мы можем только восхищаться этими людьми. Я не менее, особенно, когда я стал чиновником, я не менее стал восхищаться теми мужеством тех людей, которые в 96-м году сделали возможным присоединение России к Совету Европы. Это и те люди, которые были со стороны Совета Европы, те люди, которые работали из Страсбурга, и, конечно, те люди, которые работали над этим в Москве и в России. Конечно, они опередили свое время. Что говорить, они даже опередили наше время, в котором мы сегодня живем. Мы еще не раскрыли полностью, конечно, потенциал и участие в Совете Европы. Еще очень много предстоит сделать. И, соответственно, наверное, их мудрость заключалась в том, что они понимали, что, несмотря на любые политические изменения, которые произошли за эти годы, вот это юридическое сотрудничество, основанное на миссии права, на принципах права, оно будет всегда продолжаться. И мы остаемся верны этим обязательствам и этой миссии. И никакие, в общем-то, изменения в нашем законодательстве, они во многом также, любые изменения в законодательстве, они как раз в том числе направлены на реализацию этой миссии. Я уверен в том, что и Конвенция о защите прав человека и Конституции Российской Федерации в старой редакции и в новой редакции также исходят из этих принципов, принципов верховенства права, принципов взаимодействия между правом международным и национальным, принципов безусловного выполнения международных обязательств. Я могу сказать, что мое первое знакомство и, в общем, мое вступление в функционал, связанный с Советом Европы, был связан с достаточно неожиданным для меня назначением, меня официальным представителем президента при ратификации 15-го протокола Конвенции. Я еще не был уполномоченным, был просто заместителем министра. И как раз, наверное, вы помните, что ратификация протокола Российской Федерации пришлась на как раз тот кризис, о котором коллеги говорили. Это был апрель 2017 года, лишение российской делегации права голоса в ПАСЕ. И я, как официальный представитель, готовясь к выступлению в Государственной Думе, потом в Совете Федерации, очень предвкушал, наверное, большое количество вопросов, поскольку всегда парламентарий в любой стране всегда очень остро реагирует на политический момент, в том числе и при принятии законопроектов. И я, когда пришел все-таки в зал заседания Государственной Думы, был очень приятно уделен тем конструктивным настроям, которые проявила и Государственная Дума, и Совет Федерации при ратификации этого документа. И он успешно фактически единогласно был принят Федеральным Собранием. И, кстати, мы надеемся, что 15-й протокол скоро вступит в силу. Наши партнеры итальянские, которые последние его не ратифицировали, вот-вот это сделают. И 15-й протокол, который в том числе направлен и на совершенствование работы суда, и на развитие важнейшего принципа субсидиарности, который как раз распределяет ответственность между государством и Советом Европы и Европейским судом по правам человека за защиту своих прав, он вступит в силу, что сделает возможным дальнейшее развитие отношений стран Совета Европы, в том числе и с судом. Россия продолжает делать очень много. Мне всегда очень обидно, когда говорят, что Россия не исполняет, игнорирует решение Европейского суда по правам человека. Ну, конечно же, это не так. Что говорить, мы платим только в деньгами больше миллиарда рублей каждый год. И мне всегда, с одной стороны, это большие деньги, но, с другой стороны, мы понимаем, что мы платим их своим собственным гражданам. То есть, это те граждане России, чьи права были нарушены, и, собственно, они получают эти деньги в качестве компенсации. Много мы делаем для того, чтобы все-таки нашим гражданам не приходилось ездить в Страсбург, обращаться в Страсбург, они могли защитить свои права в России. Большой победой нашей общей было принятие и работа национального компенсаторного механизма в связи с надлежащими условиями содержания. Тот закон, который заработал в этом году, и мы видим, кстати, уже судебную практику, что присуждаются компенсации заключенным, и более двух тысяч дел уже спустились с уровня ЕСПЧ на российский уровень, и здесь была огромная помощь Татьяны Николаевны, здесь присутствующие, многих коллег, которые здесь для того, чтобы это стало реальностью. И, кстати, я напоминаю, что этот закон тоже был принят в том числе в непростой в политическом плане период взаимоотношений между Россией, Советом и Европой. Нам очень много предстоит еще сделать. Идет работа над новым кодексом административных правонарушений, в которых тоже многие подходы ЕСПЧ будут и должны быть учтены. И остаются на повестке не вопросы, не длежащие условия транспортировки заключенных, и вопросы к так называемых клеток в зале суда, по которым тоже есть огромная проблема, и большое количество дел в европейском суде по правам человека. Многие другие проблемы, которые, я уверен, мы вместе решим. Главное иметь позитивный настрой. Я уверен, что этот настрой в том числе поддерживается такими замечательными мероприятиями, которые проводит МГИМО, Европейский учебный институт. И уверен, что вместе мы выполним миссию тех, кто создавал Советы Европы, тех, кто сделал возможное присоединение России к Совету Европы. Будем достойны тех великих идей верховенства права, на которых может быть только основа наш оптимизм и вера в то светлое и замечательное будущее, которое, уверен, нас ждет. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Михаил Львович. Я думаю, что все в этом зале, кто когда-либо сталкивался с вопросами защиты чьих-то прав, знает, какая это огромная работа. И я могу сказать, что наши уполномоченные, они работают, казалось бы, да, но уполномоченные, что он может делать? А к ним приходят со всеми абсолютно жалобами, со всеми вопросами, проблемами, и приходят прежде всего с болью. Редко, когда приходят сначала с радостью, с радостью приходят уже потом, когда, если разрешен вопрос, а сначала приходят с болью. И вот с такой же болью обращаются в Общественную Палату Российской Федерации. И я хотела передать микрофон секретарю Общественной Палаты Российской Федерации Михеевой Лидии Юрьевны. Лидия Юрьевна впервые у нас на нашем мероприятии, поэтому мы хотели бы поприветствовать вас и надеемся на то, что это не последнее ваше выступление. Спасибо. Добрый день, уважаемый господин проректор, госпожа генеральный секретарь, собравшийся. Мне тоже чрезвычайно приятно, как и всем, кто уже за этой трибуной стоял, выступить и приветствовать вас здесь. Мне кажется, важно, что МГИМО организует сейчас не просто учебный процесс, не просто разъяснительную работу, касающуюся действительно актуальных вопросов защиты прав человека, о создании гарантий для прав человека, но и интереснейшую и актуальную политическую дискуссию, некоторые элементы, которые мы сейчас уже здесь наблюдали. Это важно для всех нас и не только с точки зрения расширения наших познаний или глубины нашего взгляда на собственную работу. Мне также очень импонирует то, что каждый выступающий действительно очень глубоко и профессионально в теме защиты прав и свобод человека, и действительно каждый на своем месте, и вы тоже, уважаемые коллеги, в дело защиты прав человека вносите большую лепту. Общественная палата Российской Федерации не является органом государственной власти. Я и мои коллеги не являемся должностными лицами, но мы сталкиваемся с этими проблемами точно так же практически в ежедневном режиме. Мы следим за соблюдением прав и интересов человека в тех местах, учреждениях и организациях, где человеку сложно защищать себя самостоятельно. Во-первых, Общественная Палата России формирует общественные наблюдательные комиссии, и поэтому мы не понаслышке тоже, конечно, знакомы с теми проблемами, которые существуют в пенитенциарной системе. Во-вторых, в рамках действия Федерального закона об общественном контроле наши активисты занимаются проверкой жалоб и обращений и другими формами общественных проверок в социальных учреждениях, в детских учреждениях, в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и, что немаловажно, в психиатрических учреждениях. Поэтому большой объем вопросов, касающихся прежде всего процедур реализации прав и свобод человека, мы регулярно собираем, анализируем, обрабатываем и стараемся донести до органов государственной власти и в рамках нашей ежегодной встречи с главой государства и в рамках встреч с Государственной Думой, Советом Федерации, Генеральной прокуратурой и другими органами государственной власти. Поэтому мое выступление сводится лишь к одному. я предлагаю нам сотрудничать в этом деле, сотрудничать в этом вопросе. Общественная палата России готова выступать площадкой для обсуждения острых и болезненных тем. И поскольку граждане России доверяют нам, а в этом году мы фиксируем действительно очень высокий рейтинг доверия граждан России к общественной палате, во всяком случае как свидетельствует соцопрос он выше чем доверие к некоторым партиям. Я предлагаю всем выносить спорные, сложные и действительно острые проблемы защиты прав человека на нашу площадку для обсуждения и для поиска решений. Еще раз хочу пожелать успеха этому мероприятию и большое спасибо за приглашение к участию в нем. Спасибо. Большое спасибо. Мы с вами сейчас имели возможность и честь услышать наших основных специалистов, основных и ключевых фигур, которые решают вопросы защиты прав человека в Российской Федерации, в том числе, как я уже отмечала, на площадке Совета Европы. Каждый из них так или иначе напрямую или косвенно работает Советом Европы со всеми его подразделениями очень активно и эта работа идет каждый день. И сейчас для меня особая честь передать слово нашему ключевому докладчику. Мадам женщину генеральному генеральному секретарю в истории Совета Европы. Это огромная ответственность и ключевой доклад, поэтому госпоже генеральному секретарю. генеральному господи. Друзья и господи, что хорошая интердакция. Я думаю, что мы слышали сегодня, что было действительно видненько и комфортно для людей, которые были международы в Европе и Российской Федерации. Конечно, много больше. Но я очень рад, что, в самом деле, моя первая работа с вами начинается с вами, с этой лекции. Я уверен, что эти два дня, которые вы имеете ввиду, будут очень впечатляться. Вы слышали, как они видят наши отношения, как они видят важность для Европы, для peace и проспекта в Европе. И я очень благодарю вас, что вам кажется, что для него считается. НОБЕЛ ПРИЗЕ ВИНР Сакаров, потому что он сказал, что это вообще что КОНЕЛЬНОЕ ВОРДУЮТЕМА. В мире на СПОРСПЕРТИ, МГИМО is this first instance to start my visit. So, of course, as we can see, and I'm glad that the others have taken off the mask because with masks it becomes a little bit more difficult to interlate directly. And I'm glad also that we are here together despite the COVID-19 pandemic and I think just because of the COVID-19 pandemic and someone also mentioned how Council of Europe reacted promptly, quickly and I would say appropriately to the issues that pertain to it because you can imagine that in emergency, health emergency situations, it's a big challenge for some of the member states to uphold all our standards. So, Council of Europe was and is there to assist member states in that respect. But coming back to this event, I think these in-service training courses for Russian civil servants have now been a tradition for 12 years. This is actually, to my knowledge, the longest-standing cooperation that we have with the Russian Federation. And I'm very positive, and we talked on that before starting this exchange, that through this, actually, I think we can raise awareness and raise awareness on important issues for the Council of Europe and for the Russian Federation, but also teach you for your different field of activities wherever they might have a niche to work better. So, certainly, we at the Council of Europe Cherry very much cherish this kind of involvement of the Council of Europe with the Russian Federation. So, and some mentioned, of course, it is important, there is next year's important anniversary to come, 25 years of membership of the Russian Federation in the Council of Europe, and I think that also this seminar will allow you to hear from a number of interlocutors how that has been working and what are the challenges, but also what are the achievements along that way. So, they certainly comprise a unique platform for dialogue between our organisation and decision-makers from some 30 federal ministries, agencies, courts, addressing important pan-European issues. Next month, we will mark the 17th anniversary of the European Convention on Human Rights, and as I've been informed, here also at the MEGIMO, you will also have a special dedicated session for that. I think that's very important because we need to recall why this very basic instrument, we call it at the Council of Europe the Convention, because it's the very first one signed by all the member states. In the meantime, we developed over 200, 200 or more precisely, 223 different instruments and conventions, but this one remains the key and has inspired many others in different areas. It is an ambitious treaty whose unifying effect has not only changed the law across Europe, but now comprises an essential part of our continent's soul, one in which human rights, democracy and the rule of law are held dear. The European Convention broke new ground because it put the needs and the dignity of individuals at the centre of European justice. It has been ratified, as I mentioned, by all 47 member states of the Council of Europe and are to the benefit of over 830 million Europeans who live within our common legal area. And each of these individuals has the ultimate right to direct appeal to the European Court of Human Rights in Strasbourg, a court that issues independent judgments in line with the Convention and with which every member state has freely committed to comply. To date, the court has dealt with over 1.5 million individual applicants. 100,000 of them have had their complaints satisfied and remedied. And in light of this, member states have adopted hundreds of structural reforms under the Committee of Ministers' supervision. Alongside the European Social Charter, the European Convention comprises the basis of human rights on our continent today. Over the years, the Council of Europe has developed over 200 legally binding treaties and other instruments in order to apply the Convention's principles to specific issues. These cover a huge range of rights-related challenges from data protection to cybercrime to the protection of children from sexual abuse. And they are supported by the work of various bodies. These include our Human Rights Commissioner, the Council of Europe Development Bank, the World Venice Commission, which has become the world's most respected group of constitutional experts and provides independent advice to more than 60 countries. All of this amounts to an extraordinary achievement. No other continent has ever matched it, and none has even tried. But in recent years, we have witnessed throughout the continent an increase in hostility both to the values for which the Council of Europe stands and to the multilateralism itself, a threat that cannot go unanswered. So today, I want to outline just what is at stake and what can be done about it. I want to explore the way in which the Council of Europe has improved life for people in Europe, not least here in the Russian Federation. And I also want to talk about the role that legal professionals and governments alike can play in upholding our common standards, ensuring that citizens experience them and countering those who would undermine or fragment them. It is worth reminding ourselves what life was like in Europe in the wake of the Second World War. The continent had just witnessed a degree of violence and lawlessness that has unknown in the modern history. Millions of lives had been lost through war, judicial and extrajudicial killings, and of course, the Holocaust. And instead of having rights, individuals and minorities were too often subject to poverty, persecution, and the arbitrary exercise of power and politics. The Council of Europe was a multilateral response intended to ensure that such wrongs could never be repeated. It is difficult to underestimate the difference that human rights laws has made to that. The rights to life, liberty and security, privacy and fair trial, freedom of expression, association and conscience and religion, and freedom from torture, servitude and discrimination. These laws have revolutionized the status and liberty of the individuals across Europe over a relatively short historical period. This change is best captured when we consider the death penalty. When the Council of Europe was established in 1949, only a handful of countries had abolished it. But today, under the terms of the European Convention, its use is outlawed in all member states in all circumstances at all times, including war. And except for Belarus, this has created a death penalty-free zone here in Europe for the first time in history. The Russian Federation is no exception. The Russian Constitutional Court has long since banned the death penalty and capital punishment has not been applied in over 25 years. Might the time therefore be ripe to put this firmly in written law by ratifying Protocols 6 and 13 of the European Convention? I hope that the Russian authorities will go on to do this. Of course, this work of applying our human rights laws is not finite. As the European Court of Human Rights has made it clear, the European Convention is a living instrument. It is for our member states to ensure that it is applied to the new and evolving issues we face in a fast-changing world. Recognizing this, the decisions taken at our ministerial session in Helsinki last year have led to further action in important areas. Let me give you some specific examples. On artificial intelligence, ministers recognize that its ever-increasing application must function in a way that protects and promotes our common standards rather than undermines them. For this reason, an ad hoc committee on artificial intelligence is working on a framework for the development, design, and application of artificial intelligence and is expected to make substantial progress by 2021. And I know that this topic is on your agenda tomorrow. On trafficking in human beings, ministers ask that we examine ways to strengthen our action in addressing and persisting a persistent and in some member states growing problem. Since then, I have published a roadmap for action. Our relevant monitoring body, Greta, has compiled a compendium of good practice and drafted a guidance note to national authorities. Similarly, the Helsinki decisions reaffirmed the need for action on equality between women and men and violence against women and domestic violence. And thank you, Madam Moskalkova, not only mentioning them here, but also for your staunch support of the cause and your vocal work in this important area. On this, our approach includes implementing the current gender equality strategy, the elaboration of a new recommendation on migrant women and refugees and the continued promotion of our Istanbul Convention. This is the gold standard for addressing violence against women, but misunderstandings and misconceptions have made some member states reluctant to ratify or, it seems, even considering leaving it. I have been clear about the Council of Europe's willingness to address and resolve these issues through constructive dialogue and it is right that we should do so. Other priorities that are mined at Helsinki included strengthening the role and participation of civil society, freedom of expression, including media freedom, addressing inequality, racism, xenophobia, hate speech and discrimination, social rights and challenges arising from migration. In each of these areas, we have made progress since last year and we will continue to do so. We can also add to the list the issue of the environment. This has been given new impetus within the organization over recent months, including through a joint declaration by the Committee of Ministers' previous, current and upcoming presidencies, calling for a non-binding instrument on human rights and the environment by the end of 2021. I support this and our Steering Committee for Human Rights is now considering such a recommendation. The degradation of the environment and the reality of climate change pose a threat to individuals' human rights. This relates to the rights to life and private and family life in the European Convention and to the right to protection of health covered by the European Social Charter. Cases have been heard in domestic courts and the European Court of Human Rights and the Council of Europe has produced environment-related conventions that we are now looking to make as effective as possible. Acting within our mandate, we need to ensure that our common European standards are applied to this pressing issue too. Some issues, of course, flare quickly or arrive unexpectedly. Few could have predicted the sheer numbers of migrants and refugees who fled to Europe in recent years, seeking to escape violence, violence, bloodshed, and poverty alike. The Council of Europe has no mind to manage migration, but the European Convention on Human Rights does apply to every individual who arrives in our common legal area and their rights must be respected. And we have reacted swiftly to help member states achieve this. Our work has covered the standard of accommodation in reception centres, the importance of preventing illegal pushbacks and the need to protect some of the most vulnerable arrivals. To help with all of this, we have tools developed through our Child Action Plan on refugee and migrant children, our previous and forthcoming Action Plans on Migration and my special representative's new network of focal points, which facilitate the exchange of good practice between national authorities. Similarly, we could not have known that violence would reignate in recent months in the Nagorno-Karabakh region, despite the ongoing dispute over the territory. Again, the Council of Europe does not have a mandate to resolve the situation. Conflict and territorial dispute resolution are not within our mandate. But both Armenia and Azerbaijan, our Council of Europe member states, both made a commitment to our organisation to resolve their conflict by peaceful means. And both have an obligation to uphold the European Convention on Human Rights. In recent weeks, I have called repeatedly for all sides directly or indirectly involved to stop targeting civilians, to avoid further escalation and to seek a peaceful resolution in line with the OEC Minsk group mediation and their obligations under international law. Respect for human rights in the territory is vital and a legal obligation. This rises a broader problem. There still exist today several so-called grey zones or disputed territories between Council of Europe member states. Regardless of the politics, the people who live there are entitled to the same human rights, democracy and the rule of law standards as any other European. National authorities have an obligation to ensure this. And the Council of Europe should have unhindered access to those territories so that we can assess the situation and provide what assistance we can. This is not the case today and I have made addressing this problem a priority for my mandate. A further but unexpected priority has been the need to help member states respond to the COVID-19 pandemic in a way that is both effective and in line with our common standards. In April of this year I issued a toolkit to all 47 governments providing guidance on how to balance public health needs with the protection of individuals' rights. We not only warned about the increased risk of domestic violence for women during the necessary lockdowns across Europe but provided the means by which authorities could share best practice in addressing this. And various bodies throughout the organization have provided guidance on preventing discrimination and protecting the rights of prisoners, data protection and tracing applications and the constitutional and legal framework of emergency powers. Just last month I published a lessons learned document on addressing public health care issues in the context of public health crisis and beyond. In this I announced the preparation of a new multilateral and multidimensional cooperation project to address health issues and devise effective tailor-made solutions to be implemented at a national level with a view to promoting social rights and services. More generally I also emphasize the need for dialogue and social and economic rights in order to deal with the longer term consequence of the pandemic. Specific proposals will be made soon concerning the role and the place of the European Social Charter. These are many these and many other initiatives demonstrate our capacity to respond to crisis and to share our learning for the future. and I'm encouraged to see that there will be a special session on this topic during this event. In the face of coronavirus we have shown the capacity to lead in a manner that is both responsive and responsible that has involved standard setting and compliance and which demonstrates the central importance of multilateralism in dealing with unprecedented cross-border threats. This tour of the Council of Europe's challenges, priorities and achievements is of course far from complete but it underlines the value we add and the premium on defending it. Progress like this is positive. So too are recent reports both by the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly which show encouraging developments in execution of judgments. However it is important to acknowledge that every judgment must be executed in full in every member state and conclusions and recommendations from other monitoring and advisory mechanisms should be implemented too. The European Committee for Prevention of Torture CPT and the Group of State Against Corruption Greco the Venice Commission on Democracy through Law and the European Committee on Social Rights and others that combat money laundering and the financing of terrorism and which seek to protect national minorities and regional or minority languages. These monitoring and advisory mechanisms among others are there to help member states uphold the law and their recommendations should be followed to the letter. Ladies and gentlemen European law remains of importance in Russia as it is throughout our shared continent. The popularity and high level attendance of this course as we witnessed online or in presence even in these COVID hit times is testament to the demand for this to continue grounded in dialogue and shared understanding. I welcome that. The statute of the Council of Europe calls for peace based on greater unity and 70 years after its ratification the European Convention on Human Rights remains the foundation stone of that unity. Our founding fathers could not have imagined the world we live now in or the scale and depth European Convention impact today. Their success is greater than they could have known. By working together we can ensure that common European standards provide yet further solutions to both the long term and immediate problems we face. It remains in all our common interest. Thank you very much and once again a good work for these two days. Thank you. Thank you very much Secretary General. Коллеги, действительно сегодняшнее открытие оно уникальное во многом и год когда мы проводим эту конференцию он так же уникальный как уже предыдущие выступающие отмечали Совет Европы был создан в первые годы после войны как площадка и организация призванная обеспечить защиту прав человека на который бы все государства участники вместе боролись за то чтобы гражданам на своих территориях во всем мире жилось лучше чтобы их права не нарушались а если нарушались то защищались должным образом и наверное сегодня мы очень много повторяли одно слово каждый выступающий что это уникальный год он уникальный еще и тем что наверное пандемия которая произошла 75 лет спустя нашей общей победы в самой страшной войне в истории человечества когда все государства и все народы боролись вместе и эту победу завоевали вместе 75 лет спустя мир снова столкнулся с проблемой которая объединила нас это пандемия ковид когда стало понятно что в одиночку невозможно бороться и государства снова вспомнили о том что только вместе можно идти в будущее и я надеюсь что госпожа генеральный секретарь и весь совет Европы государства члены будут использовать площадку совета Европы именно для того чтобы идти в будущее вместе а не площадка разбора национальных интересов и абсолютно правильно отметила госпожа генеральный секретарь что очень важно это вот многонациональное межкультурное общение которое и поддерживается в совете Европы на этом разрешите поблагодарить наших уважаемых выступающих наш президиум за то что они смогли присутствовать сегодня на открытии у нас короткий перерыв и у вас есть возможность немножечко передохнуть и мы переходим к следующей сессии в 11.00 спасибо 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 спасибо